Уже, наверное, будет мало чего видно, поскольку вечер и темнота такая, да, достаточно сильная для этого телефона. Но я расскажу, как первый раз, ой, еще дождь начался, как и в первый раз я раздолбал велосипед. Это было вот в этом месте. Я, то есть, ехал, да, у меня был велосипед, который похож на складную каму, тоже складной такой, только более-менее взрослый, да. Вот как такой, только со складной, с одной рамой, да, и она раскручивалась там, палка вот эта, да, и она по ней развалилась, то есть, на вот этой дороге, а она тут развалилась прям, хотя тут просто не с чего, тут гладкая дорога по сути. А тот велосипед был не горный, не мог разогнаться, я не знаю, с чего он. Расфигачился, но он взял и прекратил, то есть, да, свое существование таким образом. Ее пытаясь чинить, вставать какую-то палку, надо было жмецку вставлять туда, да, палку вставили, а нихера, да. Она потом развалилась, потом первой или второй поездки. Во-первых, она начала крутиться по вот этой вот штуке, да, а во-вторых, она развалилась на первой, второй поездке. И на том история велосипеда кончилась. У моего самого первого настоящего велосипеда, да, я надолго позабросил занятия кататься на велосипедах. Но ничего, сейчас я это вспомнил, и поэтому сейчас буду с встроенной силой нагонять, да, и велосипед себе покупать. Самые дешевые будут стелсы покупать и уматывать их. Поскольку вот это, видите, это велосипед, который мне не жалко. Я всегда должен гонять велосипед, на котором мне не жалко. Это не буду вообще заморачиваться, просто буду как бешеный просто разгоняться, и... Вот, вон лягуха, лягуха прыгает. Вы ее не видите, но она вон там. Может яркости добавлю, вы увидите, что среди помех, среди помех вы увидите лягуху. Вот. Это лес у огородов, да. Как-то у бабушки был огород, вот. Вон котельная, да, или какая-то еще хрень. А у бабушки был огород тут. Чуть подальше, наверное, мы туда уже не зайдем. Там уже все, все не наше. Все не, не, не нашинское, буржуйское, да. Это не рабочему классу, рабочему классу уже ничего не принадлежит. Так. Да, конечно, дождь начинается с основательной такой. Так что вы поняли, сейчас мы еще будем включаться, я надеюсь. Включаться, да. Смартфон мне не жалко, если его зальет, да, затопит, то я новый куплю просто и все, 4 тысячи. Он потому 4 тысячи и стоит, чтобы, если что, купить новый. Сейчас включусь еще где-нибудь. Вот они огороды. Я тут сто лет не был в этих огородах. Вот он огород бабушки, да. Весь зарос. Зарос, видите, участка. Так, ничего не осталось. Одна вот эта черная смородина и облепиха напоминает о том, что было тут, да. Вот так вот ничего не осталось. Даже ванну утащили. Вот ничего тут нет. Больше на этом огороде. Огорода полный шкаюк, да. Даже ходить туда не буду. Там нечего делать, только лап мочить. Вот там были облепихи, была ванна, да, с лопатами. Тут еще какие-то бочки, ведра стояли. И только и всего. Вот. И больше нифига копались. Тут ничего не выращивали. Больше платили, чем выращивали. Взнос был 500 рублей. Или тысяча был взнос. За это огородное товарищество. А в итоге получалось, что не собирали практически ничего. Платили 500 рублей, а собирали, не знаю, хорошо, если на сотню. Отсюда. Вот. С этого товарищества безмозглого, да. Ну, это если ухаживать, да, но все равно это издевательство. За 6 соток, то есть ты заплатишь, то все равно 6 соток это мало. Ты не вырастешь. Специально так сделано издевательство над народом, что 6 соток ты все равно сколько заплачешь, ты не вырастешь. Тебе невыгодно этим заниматься. Только если действительно время проводить за развлечением огородным и все. А так тебе это вообще и не надо и непонятно, зачем ты это и делаешь. Вот. Такие вот дела огородные, да. Не копайте, не издевайтесь над собой. 6 соток никогда того не стоит. Если сажать, то надо, чтобы у вас было 12. Чтобы у вас было на 2 семи, то есть 2 огорода. И тогда вы сможете что-то там тогда выгодно, да. Если у вас 2 огорода, то вы платите как за 1. То есть 1000 за 12 соток 2 огорода. Вот. И тогда возможно, если вы распланируете все очень грамотно, у вас будет от этого доход. Если вам не жалко времени на это. Поскольку по времени затраты такие, что не окупится нифига даже в этом случае. Так. Ладно, мы поехали дальше. Побывали на огороде. Рассказали про велосипед. Хватит нам на сегодня видео. А еще тут есть вот такое небольшое озерцо, да. Я об нем уже забыл, что оно есть, да. Вон такая птича сидит. Посмотрите, если увеличится. Не хочет. А. Вообще не хочет увеличиваться. Ладно. А мультитач не работает. Его залило водой. Вот. Вот оно какое озерцо, да. Я уже забыл, что все такое есть, да. Тут можно было сесть, да. Вот тут спуск был, да. Типа рыбацкий такой мостик. Вообще нет ни хера. Не осталось. Время прошло. Ничего тут не осталось, да. Но оно и так сильно зависело от того, сколько дождей будет. Дождей много, все тут затапливало, да. Оно выше становилось, поскольку стоков тут нет отсюда, да. А у дождей меньше, а оно ниже становилось. Мостик тут был такой вот, не построить. Деревянники, на котором посидеть можно. Он все равно бы был не такой, какой надо. Вот, уточки, видите. Вот. И утята, вот. Они теперь на этом пруду, утята, утки. Ладно, пошел я отсюда. Все, хватит уже. Я уже весь вымок и замерз. Дождь, похоже, не прекращается. Он будет продолжаться еще долго. У меня еще выезжать, все черное сколько, да. Потом пока.